Электромобиль Unity показали миру в шведском городе Ланскруна. Это детище студенческого стартапа. Изначально проект был призван решить проблемы автомобильной промышленности. В итоге лучшим решением признали создание собственного электрокара. «Мы начали проектирование с нуля на новой платформе. Она позволила создать автомобиль, в который можно интегрировать технологии, трудносовместимые с ныне существующими машинами». «Электрокар Unity создан из экологичных композиционных материалов. Весит 400 килограммов. Мощность 54 лошадиных силы. Он оборудован литий-ионной тяговой батареей ёмкостью 22 киловатт-часа. Зарядить её можно за три часа. Запас хода – 300 километров». Открывается машина с помощью ключа карты. Внутри вместо рулевого колеса – джойстик. Она также оснащена проекционным экраном и беспилотными технологиями. Владельцы электромобиля первые пять лет смогут заряжать её бесплатно. Стартап заключил договор с компанией E.ON, которая будет поставлять солнечную энергию. «Каждый день вы будете ездить и не станете беспокоиться о подзарядке. Для этого уже будет энергия, и вы не потратите ни копейки». Для финансирования проекта стартап обратился за помощью к обычным гражданам. Собрать удалось 1 миллион 200 тысяч евро. Футуристический электрокар заказали уже более двух тысяч человек. Но сможет ли он потеснить на мировом автомобильном рынке именитых конкурентов, которые вложили в свои разработки миллиарды евро? «В 2004 году и перед мировым кризисом Ford был одним из крупнейших игроков на автомобильном рынке. И вдруг Toyota вырывается вперёд, поскольку её стратегия жизнеспособнее. Компания набрала мощь и сбросила Ford вниз. Его продажи рухнули в 2007 году. Если сказали бы об этом в начале 2000-х, никто бы не поверил». Продажи электромобиля Unity стартуют в следующем году. Цена – почти 15 тысяч евро. К 2020-му стартап планирует вывести на индийский рынок пятиместную версию Unity.